У нас случилось несчастье в семье. У нас взорвался газ и сильно пострадал дядя мой. И вот мы решили сдать кровь. Ну и с этого вот все постепенно, помаленьку, я стала сдавать кровь. У меня был перерыв. Проблемы были со здоровьем, проблемы были со временем, в семье проблемы. И как-то так не получалось. Но потом я решила снова возобновить. Потом так получилось, какой-то период времени прошел. Ко мне подошла женщина на станции крови, попросила, чтобы лично для ее матери я кровь сдавала. Да, я долго сдавала. У нее был рак крови. Я где-то примерно года три, наверное, для нее сдавала кровь. Но потом она сказала, что мать умерла. И я просто сдавала кровь. Я как-то такая впечатлительная. Я вот даже вот этой женщине, которая сдавала кровь, я ее даже не видела ни разу. Я как-то так, ну, потом переживаю, волнуюсь за человека. У меня тогда не было такой причины, что вот я хотела стать донором. Я просто сдавала кровь. Ну, и постепенно так вот накапливалась, накапливалась. И стала вот донором. Изначально мы с ним познакомились на работе. Просто как коллеги. А потом один раз мы с ним встретились вот на станции переливания крови. Ну, и дальше как-то. Вместе стали иногда записываться, вместе ездили кровь сдавать. Ну, больше, больше там. Ну, вот. Стали ближе, стали ближе. Потом поженились. Теперь вот вместе ездим кровь. Иногда, если получается, вместе ездим кровь сдавать. Это добровольное такое. Нет у нас там такого, что-то в приказном порядке. Вот мы сегодня идем, да. Ну, я сдаю кровь с 1986 года. У меня в свое время сдавал отец покойный. Вот. Ну, и я у него спрашивал, как это, что, как бы еще, ну, тогда еще, когда несовершеннолетним, когда еще был. Он говорит, ну, это же хорошо. Это, ну, во-первых, сынок, это, ну, кому-то пригодится. Это же такой вещь. Ну, мало ли. Может, тебе самому. Ну, всякое же бывает. Ну, и с другой стороны, это самим донорам очень полезно. Мы же кровь сдаем, она же постоянно обновляется. Чистая же кровь, новая, возрождается, как бы. Ну, и все, и втянулся, и втянулся. Дочь вот у меня, она просто со мной пошла за компанию, скажем так. Ну, два раза она сдала. Демоглобин у нее упал, не стала сдавать. Ну, пока не хочет, боится. Ну, а сыновья мужа, ну, они взрослые уже мальчики, ну, они как-то тоже сами захотели. Не было такого, что там пойдем. Фамилия Меншка, который готовит. Краснощекова. Третья, положительная. Я даже как-то не задумывалась на эту тему, что меня возвращает. Ну, просто сдаю. Возможно, кому-то я оказываю помощь. Я же не сдаю, допустим, кому-то конкретно адресно, да. Это не получается, рутина. Ну, я не испытываю такого, что там, вау, я сдала кровь, я кому-то спасла жизнь. Ну, просто вот кому-то, ну, скажем так, может быть, кому-то это и поможет. Нету такого, что я прям там обалденно, что-то такое обалденно, вот я сдала кровь, я там прям такая крутая стала. Я изначально начала кровь, потом перешла на плазму, ну, а теперь все, что требуется. Ну, это и приятно, что я донор, и приятно тому, что я кому-то помогаю. Да, я так думаю, что все равно кто-то пользуется, кому-то я какую-то оказываю все-таки помощь. Как ваше дела? Хорошо, да, все хорошо. Ну, в основном сейчас больше молодежи все-таки, да, и вот тут студенты, очень много студентов. Персонал очень хороший, внимательный, девчонки прям такие внимательные, уже практически все родные. Аппаратура у них обновилась, зал стал очень красивый, большой, хороший, светлый. Ногу с прогрессом все шагает. Сдавать кровь надо, людям надо помогать. Тем более сейчас это все безопасно, сейчас все это стерильно. Очень хорошо, что если кто-то боится, что какую-то заразу занесут, ничего этого нету. Поэтому, ну, по возможности, да, если кто-то может, почему бы не попробовать. Я точно число не знаю, что больше ста. У меня и вот у жены Натальи больше ста. Они говорят, что нет, у нас дважды, может, было бы дважды, было бы это вручать. И таких, как я, как мы, таких много. Проходит, ну, скажем так, два месяца. Я уже знаю, что вот, ну, надо кровь сдать. Да, это вот, скорее всего, получается, как пунктик, что ли, вот какой-то вот так вот. Пока здоровье будет позволять, я, да, я буду сдавать. Редактор субтитров А.Семкин